Я представляю вам первого докладчика, это Евгений Юдин из компании ZombieGames, о, ZombieDynamics, sorry, ZombieDynamics, Евгений Юдин, и он расскажет нам про пиксель-арт. Это они, а он с запозданием, да, работает? Не, серьезно, ребят, не работает. А, ладно. Может, время пошло, да? Блин, ну, ребят, ладно. О, да, я когда буду щелкать, ты будешь щелкать там. Когда назад... Денис, смотри. Вперед или назад? Смотри, вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Все, всем привет. Ой, ешки-матрешки. Удивлен, что вы пришли, большое вам за это спасибо. Потому что я думал, я тут один буду, и вот Денис, вот. Я все забыл. Так, ладно, меня зовут Евгений Юдин. Я чуть-чуть, может, вы знаете, вот, что-нибудь из вот этих штук. Ты слишком быстро. Я вообще не знаю. Вот так, да. Вот, назад, назад, Денис. Вот. И поднимите, ребят, руки, кто-нибудь хоть что-нибудь из этого знает? Все. О, все. Я пошел. А Мадмакса... О, да, клево. Тоже видели, да, наверное? О, в общем, теперь я аргументировал то, что я здесь стою. Ну, не то, что не зря, но хотя бы стою. Вот, и теперь расскажу вам чуть-чуть про то, что назад называется пиксель-арт. Если вкратце как-то сублимировать понятие пикселя, ну, я все буду своими словами, и если тут какие-то есть такие адепты пиксель-арта, которые у меня будут это, я дисклеймер такой сделал. Кстати, я сейчас лишаюсь своей спикерской девственности, поэтому будьте со мной нежны и внимательны. Если я буду ускоряться, тормозить, я думаю, меня предупредят, да? Вот. Что такое пиксель-арт? Как Андрей Ляпичев, есть такой цикл статей голов пикселя, он очень клево сформулировал, я хочу его повторить. Пиксель-арт искусства малым показывать многое. Вот это ультима первая. И мы здесь все прекрасно, мне кажется, понимаем. Мы видим чувака, мы видим орков, мы видим горы, леса. И все это, блин, оно читается и понятно, потому что ключевая суть здесь в форме. То есть достаточно был, ну хотя нет, тут еще цвета есть, конечно. И поэтому зеленый чувак это явно плохой чувак. Но в любом случае, малым показать многое. А для меня пиксель-арт, вот почему я вообще это делаю? Почему Денис, например, это делает? Потому что вот сиджишники, да, диджитал-художники, хочу провести такую аналогию, вы не пугайтесь только, это моя личная аналогия. Когда ты заходишь в ресторан, ресторан это, к примеру, Adobe Photoshop Pro версии или же какой-нибудь, в чем рисует? Coral Painter какой-нибудь, я тоже. И тебе красивая официантка подносит вот такое вот здоровенное толстенное меню. Там итальянская кухня, в разной кухне. Это как сотни кистей, сотни текстур. Короче, выбор гигантский, и особенно у новичков сразу боязнь белого листа. И когда тебе предоставляют еще огромный выбор инструментарий, то у тебя эта боязнь еще увеличивается. А пиксель-арт, это вот, просить меня за такое сравнение, это ларик с шаурмой. У тебя шаурма и минералка, все. И без вариков. У тебя есть карандаш и стерка. И фигачка хочешь. То есть ты будешь, исходя из ограничений этих, стараться, чтобы каждый элемент стоял на своем месте. То есть это такой пазл или головоломка, можно сказать. Чтобы все это работало. Вот здесь это работает. Хотя тут вроде бы примитивно, но все это работает. Ну, не знаю, можно назвать это искусством. Вообще искусство это такое слово, конечно, спорное. Ну, отображение скажем. Но нужно понимать, что шаурма, такое дело, она бывает, ее можно по-разному готовить. Она бывает очень вкусно. Например, Пол Робертсон очень вкусно готовит. Это шаурма можно наесться на весь день. Тут все идеально. Ну, да, причем здесь я хотел вам рассказать про такие технические нюансы, как дизеринг, шмизеринг, шаг пикселя и прочее. Наверное, никому не нужную хрень на самом деле. Вот она здесь используется. Но я вот решил этого избежать и показать общее понятие пиксель-арта. И что пути у пикселя могут быть разные. И не стоит зарываться на чем-то одном. Но надо понимать, что шаурмой можно отравиться. Вот. Это абсолютный кусок говна во всех смыслах. И изображение... Нет, я не делал, я вот рукой. Вот, то есть реально. И, кстати, эта аналогия очень хорошо объясняет то, почему школьники занимаются пиксель-артом. Вряд ли школьник пойдет в ресторан, верно? Он выберет шаверму, которая по дороге в школу. И вот поэтому появляются такие штуки. Ну, я обобщил, конечно, есть талантливые ребята. Но, в принципе, главное, как готовить. Вот. Вот. А теперь немножко истории. Во. Вот это вот... Это вот... Мое детство, как чебурашка и все остальное, все, что с ним связано. То есть... Блин, кстати, да. Это вот офигенная тема. Смотрите, вот для меня в детстве вот это был супер густой лес. Там прятались вот эти вот блюдки, и они выпрыгивали оттуда для меня. А по сути это... Блин. Раз, два, три, четыре. Короче, паттерн с пяти пикселей. Это даже паттерном сложно назвать. Но оно считывается как... Вот как надо считывается. Вот тут идеально все. Фишка в том, что сам пиксель вырос из ограничений. Из условностей, на которые приходилось идти художникам, чтобы вообще отобразить то, что они хотят отобразить. Но со временем он рос. Это уже 64 цвета. Рос. Тут... На самом деле я смухлевал, потому что в Super Nintendo там есть разные слои с разными палитрами. И я, если честно, технически в этом плане немножко плаваю. Но в любом случае здесь ребята уже отрывались по полной. И результат сам по себе. Фишка в том, что тогда, когда превышает количество цветов, то есть росли помимо ограничений, уменьшения ограничений, росли также возможности. Логично, да? Извиняюсь. Извиняюсь. Вот. То есть на количество спрайтов, на их размер и на цвета. И когда вот эта цифра была достигнута, пиксель арт стал супер дорогим. Потому что пиксель надо было ставить также на все на свои места. Но при этом количество элементов пазла увеличилось десятикратно. Я вот, к сожалению, не поставил слайд. Может помните Monkey Island 3? Вот. Или Индиана Джонса, где... Ну, шикарные полотна. Вот. Ну, и тогда уже начала на пятки наступать 3D-шка. Она была оптимально более дешевой, модной и клевой. И пиксель впал в анабиоз, как мне кажется, до того, как такие ребята, как я, выросли. Потому что в детстве мы шпилили, в Dendy все дерьмо. А сейчас мы, короче, создаем контент, потребляем контент. И... А рисовать так и не научились. Да. Спасибо. Спасибо. Я вот не пошутил бы так. Да. Так. И так как вот с этой всей ретро-волной, инди-волной, мы пришли к тому, что сейчас мы делаем то же самое, но не паримся ни насчет чего. Пам! Вот. Здесь уже чуваки, ну, кайфовали. Знакомая, Денис? Вот. То есть уже не надо было использовать никаких градиентных решеток. Чуваки используют свободно градиенты, тени, прочий став. И... Но при этом условности, именно стилизацию условности, они сохраняют. И за счет этого ретро, оно смотрится именно как ретро, как стилизация. И сейчас вот это главное, как мне кажется. То есть ты, хоть ты можешь, вообще владеешь всеми возможностями мира, всего софта, но при этом ты в чем-то себя ограничиваешь, чтобы... Потому что клево, короче. Ну вот, например... Ну, кстати, нет, тут еще вопрос с ресурсоемкости. То есть чувачок тут по два оттенка максимум на цвет. Ну, это связано уже с анимацией. Я, наверное, в анимацию не буду зарываться, потому что я не эксперт, в отличие от господина. Вот. И сейчас я вам скорее расскажу, если здесь есть ребята, которые подумают вообще, в чем пиксель-арт хорош. Сейчас я покажу, чем он плюс. Сейчас я подготовился тут. Так. Вообще, это вначале хотелось сделать, но придется сейчас. Плюсы пиксель-арта. Это технически дешево. То есть, если ты сиджишник, то ты идешь продавать почку и покупать последний синтик. Потому что там, что там, миллион углов наклона, градации и прочее дерьмо. Я вот, например, пиксель-арт, бывает, рисую вот на этом. Вот. Вот вообще. То есть тебе, по сути, нужен только клик. Клик и все. И даже больше ничего и не нужно. Стерка – это тот же самый клик. И с софтом то же самое. Ты, конечно, можешь работать в шопе и прочее. Но при этом куча редакторов. Бесплатных. Условно бесплатных. Они, да, с ограниченным каким-то функционалом порезаны. Но работать можно. Если есть альфа-канал, то вообще спеки спрайты как захочешь. Вот. Это такая дешевизна, скажем так, материальная, техническая. Аудитория. Аудитория. Вот. Назад. Вот эта игруля… Я думаю, вы знаете все, что это за игра. Нет. А хиперлайт дрифтер, он в свое время собрал на кикстартере… Ну, чтобы не соврать… Овер да… Я, да. Очень много. И бейкеров тоже было очень много. То есть это вот как раз вся та… Вот это можно сказать показатель аудитории. Сейчас немножко подустали, но вот когда выдаешь качество, то аудитория у тебя будет. Причем, самый прикол, я… Мы все время думали… Я думал, что школьники, они… Ну, как у нас, когда я играл в игры на компьютере, каждый месяц выходила новая игра, которая у тебя тормозила уже. И вот ты купишь видеокарту, там маму выпросишь, видеокарта для учебы нужна и все такое. Учебники сдашь. А сейчас этого нету, и, как ни странно, школьники играют такую штуку, как Minecraft. То есть вроде бы при чем тут? Ну, там тоже есть пиксели, и они… У них порог требований, графики, как ни странно, ниже, чем у нас. И они тоже в кучу индюшатин играют и прочее. То есть если вот мои одноклассники… Что, не кризис, что ли, короче? И даже не подумают играть в это. Сейчас, как ни странно, аудитория играет, и… То есть не только наше поколение, но и младшая аудитория фигачит. И это тоже часть вашей аудитории. Так, теперь как… Один из плюсов, как можно делать дешевле, дешево, бесплатно? Нет, бесплатно – нет. Нет, это вперед. А, да, все правильно. Вперед. Вперед. А, назад. Давай. Ну, ты прав. Вот это очень дорогое дерьмо. Причем я это понял позже, когда я уже это нарисовал. То есть я здесь… Да, было уже поздно идти назад. То есть я вообще не парился насчет цветов, палитр. Я фигачил просто это. Я, кстати, еще очень такую штуку делаю плохую для художников, наверное. Я не работаю с какими-то палитрами готовыми. Извиняюсь. Я просто… Я не знаю, но каждый, наверное, так делал, брал пипеткой из референса. Из референса, да. И палитра создавалась на уровне этой. И поэтому тут куча всякой фигни. Если тебе надо что-то еще дорисовать, то тебе еще куча времени надо. Вот. Дешевле. Это уже типа NES, Famicom, Dendy. Тут уже 46 цветов. И тебе уже приходится крутиться. Например, если объект тени, ты просто контуром показываешь синий. И скорость увеличивается в разы. Как еще… А, ну, плюс опять же, вот смотрите. Я тут… Я… А, ну вот дизеринг я, кстати, чуть-чуть юзал, чтобы показать тень от этого. Но я так это все для презентажки делал. А вот еще дешевле. То есть мы убрали… Ну, это актуально для любого 2D арта. То есть убрали поверхность пола, сделали чистая 2D. И… И вот такую фигню можно фигачить просто. Ну, если это толковый пацан, то можно килограммами просто наваливать. А… И вот, кстати, Terraria… Блин, вот я бы Terraria перерисовал, если бы они мне заказали. Назад… Ну, вот так бы она была лучше. Но это не финальный арт. Так, теперь проблемы. Пиксельная боль. Кирби тоже больно бывает. Вот. И тут для меня лично вот одна проблема есть в пикселе. не то, чтобы глобальная, но если ты рисуешь обычные ассеты, какие-нибудь сюжишные, вся фигня, ты рисуешь их изначально в высоком разрешении, и в случае чего ты можешь их плавненько увеличивать, тресайзить, как хочешь. С пикселем такое дерьмо не прокатывает. Даже если по-соседнему поставишь, то если ты нарисовал домик маленький, а хочешь сделать его большим, тебе так или иначе придется его перепиливать. Ну, да, но тогда… Да, можно кратно увеличить, но тогда появляется другая проблема. Соотношение пиксель-перфекта не будет. То есть пиксель не соответствует пикселям. То есть уже будет 4 пикселя к одному. В принципе, в каких-то этих допустимо, но зачастую… короче, зачастую надо перепиливать. Вот. В принципе, для меня это… Вот у нас была история со SmashBash. Я нарисовал дома, и я не использовал метрики. Кстати, ну, опять же, актуально для любого 2D, когда ты ставишь, например, 10 пикселей – это метр. Ну, реальный, физический. И я нарисовал дома, и у меня люди были выше потолков. То есть домики были маленькие. Мы тогда придумали классную тему, мы сделали животных. такой антропоморфы, и в этих домах жили кролики или собачки. Я не понял. Короче, маленькие твари, для которых это не была проблема. Ну, это вот, кстати, тоже способ, как не перерисовывать. Мы же инди дешево и сердито, да. Вот. В принципе, для меня больше проблем нет. Я чуть-чуть пройдусь по кейсам своим. Вот. То есть… Здесь я тоже не особо парился насчет каких-то канонов. Использовал кучу всяких цветов. И, как в любом арте, как мне кажется, пиксель вообще этим не отличается. Показать надо рассказать историю. Вот чувак алкоголик. Ну, он коп. У него там награды, кубки за стрельбу. При этом везде стаканы, бутылки. И чем мне нравится в пикселе, что ты все равно можешь эти детали показать. Хотя здесь достаточно крупный пиксель. Но если присмотреться, то видно, что он холостяк. Вон, видите, там хлопья ест. Погасший телек. Никто давно не убирался. Пыль летает в квартире. Вот, кстати, со светом тоже офигенные темы можно творить. Опять же, актуально для любого арта и для пикселя. Но часто, кстати, пиксельщики не используют возможности света и тени. Потому что, опять же, запирают себя в каких-то рамках и ограничениях. А здесь вот кинул на эти ящики картотеку свет от жалюзи. И уже какое-то настроение, атмосфера появилась. Это вот то же самое, абсолютно, как я фигачу, свет, куча цветов и работа с тенями и прочим стаффом. Это просто арт. К сожалению, игрушки из этого не вышло, как и из предыдущего. как и с большинством арта. У них нет, мой первый проект Трайп. И вот тут говорят, знают, что такое Трайп. О, клево, чуваки. Дальше. Вот. А вот это, кстати, классный кейс. Да. Это французская студия заказывала. Они хотели взять меня на работу, но не взяли. Потому что, но, кстати, не взяли не из-за статики, а из-за анимации. Потому что анимацию я сделал ложевую, так как у меня с анимацией проблемы. Но, кстати, ко всем понравилось. Тут, опять же, миллионы цветов. Это просто грязище на грязище. Но история рассказана. Есть байк. Это чика явно на байке прикатила. Это коп. И все высвечено. И летают сзади всякие дроиды. Там еще подсвечен отель китайский. В общем, как мне кажется, история рассказана теми или иными средствами. И вот мне нравится картинка. Блин. Жаль, меня не взяли. Я бы сейчас пил вино. Катался на мопеде. Ладно. Давай дальше. А, кстати, вот тоже люблю этот кейс. Это гараж. И тут вообще фиг поймет, что это пиксель арт. То есть тут столько дерьма намешано. Капец просто. Пост эффектов. Хроматические аберрации. Фокус. Но я хотел добиться высоты. В 2D-шутерах меня смущало, что практически нет высоты. То есть они не воспринимались как то, что ты смотришь сверху. Глубины не было. В 3D-шке, да, проще. Кстати, за счет тех же эффектов, которые я постарался применить здесь. Там свет. Кстати, мы еще взрывы вот такие сделали. Сейчас покажу приколюху. Давай. Блин, ну здесь плохо видно. Вообще-то очень атмосферная сцена. Там компьютер подсвечивает это. Здесь мало чего видно. Там мусор валяется и все такое. Но в игре вы все это увидите, я обещаю. Дальше. А вот это как выглядит все без этого. То есть паскетичный, примитивный, посредственный пиксель арт. Нет, на самом деле мне нравится. Чувачок. Вот, кстати, тоже с тенюшками. Бросил тень, все, высота какая-то появилась. И автомобили тоже, тоже то, что актуально для любого арта. И для пикселя тоже, например, показать, как машина, какая у нее высота. Затеняешь боковые позиции, двери этой высветляешь крышу. Все. Высота сразу появилась. И она работает. Вот. И здесь ты уже видишь, что вот реально машина, крыша засвечена. Тени, боковины ушли в тень. И она объемная. Взрывы классные, да? Нравится? Мы, короче, знаете, как их сделали? Вот опять же, то есть, true pixel artist бы фигачил фреймы, там это, бла-бла-бла. А у нас времени, например, было мало. Ну и возможностей. И я взял секвенции взрывов. Таких фотошопных. Они такие гладенькие, красивые. И я их сжал. Безжалостные, просто бессердечные. Они стали пиксельными. Без сглаживания. И мы их вставили. И получилось такое что-то. Вот если есть поколение, которое на PlayStation 1 играло. Там взрывы. Это были такие спрайты. И они такие крутились. Их было много. И вот у нас тут получился такой же став. Но я, в принципе, доволен. Мне нравится, как это выглядит. Так. О! А, это Dave Grohl. Это мой кумир. И вот художникам хочу начинающим сказать. Вот это просто супер фраза. Если ты реально делаешь круто, рано или поздно вселенная тебя поцелует. Она добавится к тебе в друзья. Она будет с тобой обниматься. Она будет лезть к тебе, даже если ты будешь против. Но это будет работать. Вот. Ну ладно. Не буду здесь про Foo Fighters. Это другая тема. В общем. Ага. Вопросы? Да. Клево, да? Я не знаю, видели вы надпись или нет. Там написано, я был великолепен. Денис, можешь увеличить надпись? Ну, как в фильмах. Великолепен. Спасибо большое за доклад. Было просто супер интересно. Я получила искреннее удовольствие. Наконец-то проснулась. О. Если бы я музыку ставил, вы меня разрешили. И вы бы вообще тут сейчас. То была бы вообще дискотека. Да. Было бы супер. Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы? Что-что? Реально спрашивают? Что-то будут. Ёшки. А, кстати, у меня лучшему спикеру. Блин, не знаю, может показать. Нет? Вот. Джек. Там президент Турции приехал, поэтому шманально. Но мы протащили. Привет. Привет. Спасибо, в общем, за лекцию. Классная. Спасибо. Вопрос как бы такой. Вопрос как раз таки касается отрисовки вот в высоком разрешении, допустим, под игры. Я с пиксель артом вообще не работаю. Угу. Ближе? Я с пиксель артом в принципе не работаю. Вот. Но вот интересно. Интересно было попробовать и как бы если создавать игру, да, даже прототип, вот графика на высоких разрешениях. Как именно ее... Ты имеешь ввиду, как потом пиксель в нормальном разрешении будет? А, ну сейчас, блин, все эти движки позволяют тебе вообще без проблем. В Unity плагин, пиксель перфект. То есть ты рисуешь изначально, главное выбираешь вначале вообще крупность зерна, крупность пикселя. То есть я сейчас оставлю, вот если, например, хочешь олдскульчик, ставишь 320 на 200 с чем-то. Это Dendy, например, такие крупные пиксели. Вот здесь чуть помельче. А потом это все спокойно... Ну, можно даже кратно аресайзить. То есть ставишь в два раза меньше разрешения, потом еще в два раза, еще в два раза и рисуешь. А потом это увеличишь. Ну, сейчас такой проблемы нет. Я... Рисуешь от балды, как тебе нравится. Какой тебе крупность пикселя нравится, программисты разберутся. Я всегда так делаю. Я им говорю, ты же программист и все такое. Среди моих знакомых художников существуют полярные мнения. либо ты рисуешь пиксели, потому что ты рисуешь отвратительно все остальное, либо наоборот, собственно, и ты рисуешь пиксели, потому что ты реально круто умеешь рисовать, и в пикселях сможешь выразить, даже в пикселях сможешь выразить то, что… На самом деле, меня никуда не взяли, как сиджишник, я начал рисовать пиксели. На самом деле, крутой художник, диджитал, он сможет пиксели. просто по втыкает чуть-чуть и разберется а вот крутой пиксельщик не факт что сможет хорошие сиджи вот этот по моему работает право ну не ты бы смогла нет даже денис может а вот то есть да в принципе вот первый вариант получается да сейчас сначала вот поэтому потом назад спасибо очень круто хотелось бы может быть ваши некоторые советы или опыт работы с динамическим освещением и пиксель артом динамическим именно да ну чтобы взрывы и подсвечивались там части спрайта никто там вот использует нормалмапа можно юзать мы здесь для тачек использовать такую штуку жаль гифа ков нет показать для каждой грейс кейл делали то есть тем серого к этому от черного к белому или а вручную да я на самом деле мы да не допилили эту штуку и так и не выработали к сожалению какого-то реального этого но есть и утилиты была игрушка про почтальона и там даже они крутили эту штуку продавали отдельно утилита где свет вокруг крутится и благодаря картам нормалей это все работает но честно скажу мы просто еще это не реализовали так чтобы я мог что-то советовать в этом плане вот вручную делать вот эти вот это этот дрочь извини еще маленький вопрос как как художник вы относитесь если например есть персонаж спрайта в игре и у него он весь состоит из пикселя то руки тела двигаются неизвестно друг от друга то есть вообще нормально у нас тут вот кстати анимация это делал флэшер топовый такой флэшер он делал все передвижками он крутил эти руки это и в итоге у нас да у нас нет такой в итоге все равно это были секвенции покадровые но она выглядела очень плавно по что он там нафигачил кучу кадров и пиксели ломались вот его бесила например рука это один пиксель толщина как юджин короче локтевой сустав будет переходить когда там один пиксель как я покажу мышцу я говорю фил не парься короче и делать что хочешь и раскрутил у нас в итоге чувак даст и когда стреляет достает обоему перезаряжает и все это и если мы делали это классическим способом это было бы супер дорого и долго а так как он во флэш и накидал это все кстати там есть проблема конечно с перекидкой из флэша и прочее там даже несоответствие пикселей прочая фигня но я крючу за то чтобы фигачить как главный результат как выглядит в итоге у меня чувак достает обойму из за пазухи это же круто то есть он мог бы делать просто там какую фигню а он делает так то есть нафиг все ограничения вот как да и в гром говорит лейблы все это задницу делай используй все что можно использовать хочешь стать пиксель арт воксельных роботов шагающих злых в огромных воксельных робот ставь слова воксельные роботы да они во всеми против этого спасибо да да не за что да да давайте ой царям мужик ну да привет слушает реврос но скорее философски больше вопрос скорее философски больше скажи мне применение пиксельной графики в 3d вот как ты считаешь актуально или нет и был ли у тебя такой опыт если да то какой очень интересно вот с вокселями немножко про рекламирую ребят офигенные экспроприатор с макс ты здесь подними руку макс 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 от от козела не пришел он не большим они сделали воксельное окружение из прайтовых персонажей по моему выглядит обалденно то есть воксели внутри дышка дала объем дала разные ракурсы персонажи ну да они подкручиваются под камеру ну блин нас не смущало что в думе когда ты поворачиваешься спрайт просто за тобой поворачивается как на этой вот у меня пока опыта не было вот если мы со славой ставим 3d роботов воксельных тогда у меня такой опыт будет я расскажу тогда про это а вообще отлично отношусь я тебе говорю чувак все надо делать главное как это будет выглядеть в итоге если фигачишь крутую музыку фигачи это людям в лицо вот и рисует то же самое сортом абсолютно те же правила для меня то есть никаких опять же никаких ограничений нет 3d шмиды я тебя понял спасибо пожалуйста все спасибо вам